Волк и семеро козлят. Оригинальная версия против Гри. Жила-была старая коза. Было у неё семеро козлят. И она их так любила, как может любить своих детей только мать. Раз собралась она идти в лес корму принести, вот созвала она всех своих семерых деток и говорит, — Милые детки, хочу я в лес пойти, а вы смотрите, волка берегитесь. Если придёт он сюда, то всех вас поест, заодно со шкурой и шерстью. Этот злодей часто прикидывается, но вы его сразу знаете по толстому голосу и по чёрным лапам, ответили козлятки. — Милая матушка, уж мы постережёмся. Вы ступайте себе, не беспокойтесь, заблеяла старая коза и преспокойно отправилась в путь дорогу. Прошло немного времени. Вдруг кто-то стучится в дверь и кричит. — Детки милые, отомкнитесь, ваша мать пришла, вам гостинцев принесла. Но козляточки по толстому голосу услыхали, что это волк. — Не откроемся! — закричали они. — Ты не матушка наша, у той голос добрый и тонкий, а твой голос толстый. Ты — волк! Пошёл тогда волк к купцу и купил себе мело большой кусок, съел его, и стал у него голос тонкий. Вернулся назад, постучался в дверь и говорит. — Детки милые, отомкнитесь, ваша мать пришла, вам гостинцев принесла. Положил волк свою чёрную лапу на окошко, увидали её козлятки и закричали. — Не откроемся! У матушки нашей не чёрные лапы, а ты — волк! Побежал тогда волк к хлебопёку и говорит. — Я зашиб себе ногу, помажь мне её тестом. Помазал ему хлебопёк лапу тестом, побежал волк к мельнику и говорит. — Присыпь мне лапу белой мукой! Мельник подумал. — Волк, видно, хочет кого-то обмануть. И не согласился. А волк говорит. — Если ты этого не сделаешь, я тебя съем! Испугался мельник и побелил ему лапу. Вот какие бывают люди на свете. Подошёл злодей в третий раз к двери, постучался и говорит. — Детки милые, отомкнитесь, ваша мать пришла, вам из лесу гостинцы принесла. — Закричали козляточки. — А ты покажи нам сначала свою лапу, чтобы мы знали, что ты наша матушка. Положил волк свою лапу на окошко. Увидели они, что она белая, и подумали, что он правду говорит. И отворили ему дверь. А тот, кто вошёл, был волк. Испугались они и решили спрятаться. Прыгнул один козлёночек под стол, другой — на кровать, третий — на печку, четвёртый — в кухню, пятый — в шкаф, шестой — под умывальник, а седьмой — в футляр от стенных часов. Но всех их нашёл волк и не стал долго разбираться. Разинул пасть и проглотил их одного за другим. Одного только он не нашёл, того младшего, что спрятался в часах. Наевшись досыта, волк ушёл, растянулся на зелёному ушку под деревом и заснул. Приходит вскоре старая коза из лесу домой. Ах, что же она там увидела! Дверь настишь раскрыта. Стол, стулья с камней опрокинуты. Умывальник разбит. Подушки и одеяло с постели сброшены. Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла. Стала она их кликать по именам, но никто не отзывался. Наконец подошла она к младшему и раздался в ответ тоненький голосок. «Милая матушка, я в часах спрятался!» Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходил волк и всех поел. Можете себе представить, как оплакивала коза своих бедных деточек. Наконец вышла она в великом горе из дому, а младший козлёночек побежал за ней следом. Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, что аж ветки дрожат. А глядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе что-то шевелится и барахтается. «Ах, боже ты мой!» – подумала она. «Неужто, мои бедные деточки, которых поел он на ужин, еще живы-живехоньки?» И велела она козлёнку бежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Вот вспорола на чудищу брюхо, но только сделала надрез, а тут и высунул козлёночек свою голову. Стала вспарывать брюхо дальше. Тут и повыскочили один за одним все шестеро, живы-живехоньки. И ничего с ними плохого не сталось, потому что чудище от жадности заглатывало их целиком. Вот уж радость-то была. Стали они ласкаться, доголупиться к милой своей матушке, скакать и прыгать, словно в портной на свадьбе. Но старая коза сказала. «Ступайте скорее и найдите камней голышей. Мы набьем ими брюхо проклятому зверю, пока он еще сонный». Натащили тут семеро козлят много-много камней и засунули их волку в брюхо столько, сколько влезло. Зашило старой коза ему наскоро брюхо, а тот ничего не заметил, даже ни разу не двинулся. Выспался, наконец, волк поднялся на ноги и почувствовал от камней в брюхе такую жажду, что пошел к колодцу воды напиться. Только он двинулся, а камни в брюхе один от другой стучат да постукивают. И крикнул волк. «Что урчит и стучит, в моем брюхе бурчит?» Думал я, шесть козлят, а то камни гремят. Подошел к колодцу, наклонился к воде, хотел напиться. И потянули его чужоли камни вниз. Так он там и утонул. Увидали это семеро козлят, прибежали к матери и давай кричать. «Волк мертвый! Волк уже мертвый!» И стали на радостях плясать вместе со своей матушкой вокруг каоц. «Волк мертвый!» «Волк мертвый!»